Сейчас не вспомню, какие у нас есть виды. А в конце мы подведем к выставке, которая будет у вас проходить 23 февраля. Скажу, в 20-х числах февраля. Да, кто там? Пятница, суббота, воскресенье, посмотрите в 20-х числах. Когда в пятницу приходит? Реально у вас это увлекается Беларгония в последнее время. А, да. Тогда начали. Здравствуйте. Сегодня мы хотим продолжить с Александрой Волчанской рассказ про выгонку растений. Как мы и обещали, мы хотим поговорить о том, что выгонять можно не только луковичные растения, но и более крупные, большие кустовые культуры. В первую очередь, я думаю, речь у нас пойдет про сирень. Да, здравствуйте. Действительно, выгонка сирени – это такой интересный процесс, трудоемкий процесс. И экономически значимая отрасль, между прочим, в Европе. Потому что Нидерланды ежегодно продают до полутора миллионов феток сирени, выгнанные именно цветущие ветки. Зимой, да? И зимой, и вне сезон цветения, в осенний период. То есть, да, это такая налаженная индустрия. Слушайте, насколько сложен этот процесс, если сравнивать, например, с выгонкой луковичных? Возможно ли осуществить это в домашних условиях? В принципе, все зависит от домашних условий, конечно же. Если у кого-то есть возможность, там, живут в загородном доме, то, в принципе, повторить такие условия для выгонки, подходящие, возможно. Но процесс трудоемкий. Трудоемкий. Не случайно даже на оптовых торгах в Нидерландах. Одна ветка выгнанной сирени стоит намного дороже, чем в два раза. А то и в три раза дороже, чем высшего сорта чайно-гибридная роза. То есть, считается, что это один из самых трудоемких процессов даже для вот такой индустриально развитой страны, как Нидерланды. Но повторить можно. Единственное, то сложно в выгонке древесных растений, в частности, в выгонке сирени, это то, что озаботиться этим придется за год до получения цветков. То есть, цветочные почки сирени закладывают во второй декаде июня. Соответственно, готовить растения к выгонке необходимо чуть ли не начиная с конца мая, год предшествующий выгонки. Это растения формируют таким образом, чтобы усилить образование цветочных почек на концах побегов, более, скажем так, сильных, крупных побегах. Все мелкие побеги вырезают. Окапывают растения, опять же, окапывание и, скажем, обрезание корневой системы стимулирует закладку большего количества цветочных почек. Где-то в начале сентября, конце августа это растение переносит, например, в кашпо. Если мы говорим не о срезке, потому что выгонка срезки еще более трудоемкий, пожалуй, процесс, а вот выгнать растения на собственных корнях намного проще. Тогда необходимо поместить в контейнер и обеспечить растению покой. Этот покой проходит обычно при температуре 0, но не ниже, чем минус 10 градусов, потому что минус 10 градусов может способствовать промерзанию корневой системы, и растение может вообще, скажем так, не дать нам цветения и вегетации, потому что вымерзнет корневая система. Этот период покоя достаточно продолжительный на сирене. Мы стараемся в ботаническом саду приурочить выгонку сиреней к февральским праздникам, то есть это в 20-е числа февраля получаем выгонку. Поэтому мы содержим растения при около нулевых температурах до, скажем, конца января. На сам процесс разгонки растений уже получения цветения примерно 4-5 недель необходимо. Далее растение постепенно приучается к теплу. То есть заносит сначала в холодный отсек оранжереи, где при температуре плюс 4, плюс 8 градусов идет, скажем, доформирование цветочной почки. Начинается процесс вегетации. То есть мы с вами можем в этот период в холодной оранжереи ослепить лишние почки у сирени. То есть убрать все почки, которые вегетативны, от которых мы с вами не ждем цветения. Мы сразу с вами видим крупные почки у сирени на концах, побегах концевые почки, которые будут точно цветущими. А вегетативные почки чаще всего ослепляем, чтобы растение не тратило силы на вегетацию, а давало нам исключительно уже побег со светеем. В холодном отсеке как раз ведется ослепление этих вегетативных почек. Спустя 10-14 дней переносится в более теплый отсек оранжереи, там, где температура поддерживается уже около 18 градусов. Причем очень теплое содержание не рекомендуется, потому что это может существенно сказаться на цвете сирени. Потому что самая большая сложность при выгонке древесных растений – это сохранить окраску. И вот то, что удается нам получить в ботаническом саду стабильную окраску такого интересного сорта как Сенсейшн, я считаю это таким большим достижением. Этот сорт имеет простой немахровый цветок, но очень интересный, двуцветный, лилово-алый такой с белой каймой. И вот в процессе выгонки сохранить вот эту вот окраску сложно, но возможно. Чаще всего, конечно, яркие темные цвета сирени обесцвечиваются. И изначально, еще 200 лет назад, когда этим только стали заниматься в Голландии, во Франции выгонка сирени, стремились получить именно белую цветущую сирень, потому что это было просто проще. Ее обесцвечивали, чтобы даже намека на розовый, на лиловый цвет не было в соцветиях. Чисто белую выгонку получали. Сейчас все-таки мы в ботаническом саду стараемся получить соцветия в феврале месяце, соответствующие сорту по окраске. Это получается не всегда, это уже такие нюансы и тонкости, связанные со стимулированием растений, различные аминными кислотами. Ну, тут уже наши профессиональные секреты, которые, наверное, мы не сможем раскрыть досконально. Ну, а какие другие еще культуры можно подвергнуть выгонке? Ну, для жителей нашего региона, конечно же. Пожалуй, самое простое и доступное всем растение, которое порадует всех, без исключения, например, на 8 марта, это форзиция. Если мы с вами срежем форзицию за 10-12 дней до праздника, перенесем ее в тепло, то ярко-желтые цветки как раз раскроются к Международному женскому дню. Это будет беспроигрышный вариант, доступный, в принципе, любому начинающему садоводу. То есть нам не надо будет даже ничего делать? Практически, да. Прийти в сад, срезать веточку, поставить в вазу, и это будет очень декоративный букет. Ну, я думаю, что этот совет пригодится нам больше. Вряд ли кто-то у нас решится на такой большой подвиг, который занимается в ботаническом саду и будет выгонять сирень. Но если кто-нибудь это будет делать, я бы хотел, чтобы вы обязательно рассказали о вашем опыте у нас в комментариях под роликом. А мы приглашаем вас на выставку сирени в ботаническом саду, которая будет проходить в 20-х числах февраля. И мы, конечно же, обязательно ее заснимем и покажем результаты всего того процесса, о котором нам рассказала сегодня Александра. Это будет интересная выставка. У нас будет сенсационное количество пустарников, выставлено около 100 штук совершенно разнообразных сортов. Поэтому действительно приходите, это будет интересно. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»